Всем привет! Сегодня мы варим суп из кока-колы и сейчас я вам покажу рецепт. Для этого включим печку. Открываем кока-колу. Вот так вот и выливаем сюда. Нам не нужно много кока-колы, примерно половина от того, что у нас будет. Давайте закроем и подождем пару минут, пока она нагрится, для того, чтобы наши ингредиенты растворялись. Наша кола уже скипела и дальше нам понадобится один киндер, точнее шоколад от киндера. Давайте вскроем его. Вот так вот. И второй. Дальше мы размешиваем. После чего нам понадобится любой йогурт. Мы взяли Маша и Медведь. И можно его весь вылить сюда. Главное после йогурта хорошенько все размешать. Мы видим уже наш суп приобретает соответствующий цвет и пахнет очень хорошо. После чего нам понадобится мультивитаминный сок. Мы взяли вот такой вот небольшой. Здесь 100 грамм. Давайте. Попьем. Может кстати также подойти и апельсиновый сок. Тоже 100 грамм. Помешиваем пока вся консистенция будет однородной массой. Нам понадобится именно дуо, чтобы был черный и белый. Попьем. Нам надо наступать, чтобы поверхность была немножко незакрыта. Вот. Примерно так. Сделаем около минуты, пока он отобретет определенную массу. Дальше нам также понадобится йогурт, только уже жидкий. В нашем случае это растишка. И рекомендуется использовать именно ее. Вот. Вот так вот. Наш рецепт не обходится без сухариков, так как они составляют основную массу нашего супа. Сухариков нужно немного. Вот столько примерно. Их нужно постараться затопить. Тогда они окунутся и будут муажными. Нам необходимы еще любые конфеты, которые имеют цепучую начинку. Вот такие цепочки в нашем случае. Но также существуют и другие. Такие-то откислинки и прочее. Нам нужны 5 штук. Можно выбрать любые. Это не столь важно. Как вы можете наблюдать, шипучки шипят. И суп придется заварить до тех пор, пока они не растают полностью. Вот. Теперь нам нужно размешать. Да. Теперь после чего нам нужно убавить немножко, где-то наполовину газ, чтобы суп не скипал. Так же необходимо еще обычного шоколада, не киндера, добавить. И обязательно после шипучек. Это очень важно. Так же потихоньку размешиваем наш суп. Он уже становится определенной консистенцией. Да. Все почти готово. И последний штрих. Привет, последний штрих. Сразу же после зефира нам понадобится несколько вкусных палочек. Все много, не стоит сыпать. Так как у супа будет специфический вкус. Ждем еще около минуты и наш суп будет готов. Выключаем газ. И можем подавать наш суп. Всем спасибо за просмотр и приятного обеда. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok